Всем привет! С вами Ольга Чернова и моя огородная азбука. Я показывала в прошлом году, как я выращиваю рассаду для продажи на улице в тоннелях. Было видео под названием Сибирские томаты пережили мороз минус 4 градуса без дополнительного подогрева, где я снимала их в момент похолоданий. Потом было видео под названием Рассада томатов в тоннелях пережила все заморозки 2017 года, когда она уже выросла. И многие огородники заинтересовались этим методом и просят рассказать более подробно. В прошлом году я ничего рассказывать не стала, потому что уже никто не успел бы применить этот метод. Я показывала именно весной, ну просто для общего обозрения. Я не думала, что будет столько интересующихся, но трудолюбивых людей у нас много. Многие не прочь и заработать денежку на огороде. Поэтому по многочисленным просьбам я в этом году буду освещать эту тему всю подробно, подробно, подробно. Опять вот с моими чертежами непрофессиональными. Но я надеюсь, вы сможете понять все это. Я буду все подробно рассказывать. И так как тема очень большая, подробностей, там нюансов много, я разделила ее на несколько частей. Сейчас буду рассказывать первую часть именно про устройство тоннеля. Ну, я, как уже сказала, расскажу все от начала до конца и про сорта, и про материалы, которые использую, и все-все-все. Вот я живу в сибирском регионе. И, наверное, некоторым удивительно, что я в апреле высаживаю эти томаты, они выживают, и еще даже лучше других. Но я ко всему этому пришла не сразу. Вообще, когда я начала впервые выращивать овощи на своем огороде, раньше 1 мая я не прикасалась к земле, даже это было дико. Но я была молодая, это было давно, 23 года, первый домик с мужем мы купили, даже не домик, а половинку. И я впервые начала заниматься огородом сама. Мамы рядом не было, подсказать было некому. И я начала свою огородную историю длиною в жизнь. И, конечно, полную пробу ошибок. Первые 10 лет точно состояли из сплошных ошибок. В первый же год я узнала, что при посеве моркови, если не прополоть моментально вот эти выскочившиеся сорняки меленькие, то вот эти всходы морковки можно вообще потерять. Да, был первый год, когда мы остались с тремя морковками на огромной грядке. Также я поняла, что слишком рано лук высаживать не стоит. После возвратных весенних заморозков весь лук однажды у меня ушел в стрелку. И поэтому высадить на улицу томаты у меня даже не было в мыслях. Ну, потому что и в остальном я тоже была, ну, как я вот сейчас обучаю начинающих, я была тоже как первоклассник. Насадив индетерминатных высокорослых томатов в свою первую теплицу, которую муж выстроил мне по моей просьбе из брусков, из целлофана, долго трудился. А я тогда насадила такие сорта, они получились как джунгли. Я не смогла даже в нее войти, вползала на четвереньках. Мне никто не подсказал, что нужно удалять все пасынки. Я их, конечно, пожалела, оставила. В результате урожая почти не было. И смешных историй было много. Ежедневная работа, двое маленьких детей, конечно, не позволяли полноценно ухаживать за посадками. Ну, а точнее, времени не было совсем. Рассаду покупали на рынке. Все остальное выращивала я по принципу, посадила, забыл. Кинув семена в землю, просто сидели, ждали урожая. Но не сидели, как работали. Никакого урожая, конечно, не вырастало. Иногда растения просто терялись в высокой траве. У нас была такая трава, что даже и дети там терялись, мы их искали. Это было начало. К чему я все это говорю? Для того, чтобы все начинающие огородники понимали, что все проходят период обучения и ошибок. У меня тоже негладко было в начале. Иногда просто не было времени задуматься, что именно нужно тем и другим растениям. Как им помочь, что они любят, чем они различаются. 30 лет назад они были для меня все одинаковые. Сейчас все изменилось. Изменилось из-за моего отношения к растениям. Растения стали расти, как в сказке, стали давать богатые урожаи. Все стало удаваться и получаться. Просто потому, что я поняла, прежде чем ожидать от них богатого урожая, нужно сначала отдать им свой труд, свое добро, свою заботу и полюбить их. И возвращаясь к нашей теме, я вот хочу повторить, что раньше я до первомайских праздников даже не думала ничего высадить в огород. Ведь я была уверена, что это обязательно все замерзнет. Как многие из вас думают до сих пор сейчас. Все уверены. Мне даже писали в прошлом году на мой канал YouTube. Зачем вы это делаете? Все равно все позамерзнет. Все позамерзнет, все у вас испортится. Но если я высаживала в эти тоннели несколько тысяч саженцев, значит я уже была уверена в том, что они не замерзнут. Вот как все началось, сейчас вам объясню. Так как я люблю экспериментировать, 10 лет назад я решила попробовать высадить рассаду томатов в ранние сроки. Именно пикировать из лотков не в другие лотки, а сразу на улицу в открытый грунт в апреле. Это позволит, ну как позволяет, не, как вам объяснить-то, увеличить объем. Потому что дома столько, вот несколько тысяч корней, вы никогда не вырастите. И такого качества. Но подтолкнула меня на эту мысль о предстоящей пенсии. Я была такого, ну 40 с чем-то мне было, можно сказать, предпенсионного возраста. А так как я все планирую заранее, я сидела и усиленно думала, чем бы мне заняться после выхода на пенсию. Зная себя, я была уверена, что сидеть без дела не смогу. И заранее придумала, что вот можно заняться выращиванием растений. Я это любила, и мой многолетний опыт уже к тому времени, который я накопила, позволял заняться этим, ну как, профессионально или полупрофессионально. Начиная заниматься растеневодством, я сразу решила, что пойду своим путем и буду придумывать и опробовать свои способы выращивания, которые могут мне расширить мои возможности. Вырастить несколько лоточков на окошке меня не устраивало. И вот идею массового выращивания рассады томатов без применения теплицы я обдумывала давно, потому что тогда поликарбонатовых теплиц еще у нас не было. И куда было деваться, вот посеешь ты теплицу в комнате, а потом куда вот это количество, когда надо распекировывать, их же несколько тысяч, куда их девать. И я тогда придумала вот такую конструкцию. Я ни разу до этого не видела нигде таких сооружений, все было только у меня в голове, но потом я села, начертила примерные схемы двойных дуг, подумала, какой оптимальной ширины нужна грядка, и понемногу все разложилось по полочкам. Осталось только применить на практике. Но я подумала, раз уж заниматься, то с размахом. Весной я грядку 8 метров длины сделала, ширина 140. Вот эта ширина общая, которая занимает, будет грядка со всеми дугами, со всем. И с учетом, что на этой ширине будет выставлена вторая внешняя дуга, вот эта. Вот эта дуга у нас 140 сантиметров занимает. На 10 сантиметров от нее идет внутренняя дуга, чуть поменьше. И вот эти вот 10 сантиметров, значит рабочая поверхность грядки у нас остается, смотрите, 140, минус 20 сантиметров вот по этим краям. Минус 20 сантиметров те, которые мы оставляем от дуги до рабочей поверхности. Растения начинаем на 10 сантиметров с отступом. Если уж сильно-сильно мороз, и который пробьется через эту пленку, и даже вот эта вот воздушная подушка остынет до такой степени, что будет минус, то хотя бы вот эти края не подмерзнут. Вот видите, где я нарисовала такие маленькие карликовые вот растения, один метр. В результате мы получаем метр насаждений, через 10 сантиметров одну пленку, через 10 сантиметров еще другую пленку. И вот под этими вот эта воздушная подушка между первой и второй дугой, первой и второй дугой, позволяет вот даже в нашем сибирском регионе хорошо сохранить тепло, и она предохраняет рассаду от замерзания при минусовых температурах до минус 5. Это уже опробовано, исследовано, уже все, эксперименты я проводила. В самый лютый мороз, минус 7, минус 8, вот этот крайний ряд, верхние листики чуть как пришпариваются, остальные все целые. Ну, конечно, в первый раз высаживать туда рассаду было немного страшновато, ведь на одну грядку вот такую размещается более тысячи сеянцев рассады. На посев и выращивание которых у меня уходит много силы, времени все равно это сеять, ухаживать за ней целый месяц. Но первый же год показал мне, что все мои расчеты оказались верны, и томаты под двойным укрытием могут пережить даже минусовые температуры, как я вам уже говорила. Наоборот, вот они там не вытягиваются, вы же понимаете, что здесь все равно им прохладно, когда минус, когда холодно. Но апрель, у нас еще и снег после этого идет, можете посмотреть на видео, как они под снегом. И вот когда здесь прохладно, у них усиленно развивается корневая система, потому что там все равно плюс. И вот они такую корневую систему наращивают, потому что они как находятся на грани иногда между жизнью и смертью, и они стараются корневую нарастить. А зелень потом наступает тепло, и вот эта зелень она очень-очень быстро догоняет, потому что возраст у нее уже большой, и она сразу догоняет даже тех, которые в теплице выращены. Вот я на сегодня закончу свой рассказ, потому что я говорю, что это очень долго, я вот первую часть подробно-подробно вам описала. В следующих видео я расскажу, какие сорта нужно выбирать для выращивания в тоннелях, потому что здесь не всякий. Например, вот эти высокорослые, нет, потому что здесь тепло начнется, они вымахают, упадут, завалятся только с толстыми стеблями, с несистыми листьями. Я вам назову все сорта, которые можно применять, как на каком расстоянии высаживать вот эти вот сеянцы, вот эти сеянцы, вот какие рядочки, также какой пленкой укрывать, как закапывать, чтобы получить термостоннель, именно вот такой непропускаемый, чтобы туда ничто не пролез в холод, и многое другое. А из сегодняшнего видео хочу донести до вас, особенно до начинающих. Экспериментировать можно и нужно, иногда результаты превосходят все ожидания, но при этом всегда есть риск потерять все растения. Природа непредсказуема, и вы должны быть готовы и к отрицательному результату. Тем, кто начнет этим заниматься, нужна крепкая нервная система, и если вы не оптимист, лучше не беритесь. Можете получить моральную травму, если высадите 2-3 тысячи корней и заморозите их. У меня ни разу такого не бывало, но я всегда предполагаю наихудший результат, имея в виду, что если будет минус 10, то все погибнет. Технология выращивания очень проста, нужно только трудолюбие и упорство. Лучше начинать с малого количества, высадить одну грядку. Осваивать новые способы выращивания рекомендую только после детального изучения вопроса. Когда я вам все расскажу, как садить, какие сорта, как закапывать. Садим мы, сеем, только я сею в середине, с 15 по 20 марта, так что за этот месяц-полтора я успею вам все-все рассказать и только после этого, прикинув все риски и все возможности, можете начинать вот это. А в остальном, если есть желание, значит будет и результат. Лично у меня всегда все задуманное получается. Если не с первого раза, так со второго. Но не со второго, так с десятого. Желаю всем удачи и советую все-таки учиться на чужих ошибках, а не на своих. С вами была Ольга Чернова и моя огородная азбука для начинающих садоводов-огородников. Желаю всем успехов!